Всем здравствуйте, меня зовут Южико Антон. Это очередной выпуск ответов на вопросы. Выпуски несколько дней не выходили, потому что я немного заболел и в принципе я еще не очень хорошо себя чувствую, но уже надо записывать видео, поэтому даже в таком не очень хорошем состоянии я буду отвечать на вопросы. Но перед тем, как начать отвечать на вопросы, есть несколько новостей. Значит, первая новость по поводу того, что Украина блокирует контакт. Те, кто не смогут написать мне в контакте, можете писать мне в фейсбуке. Я сейчас нахожусь в Киеве, я буду заходить в контакт, я буду заходить в группу в контакте, отвечать на вопросы, я буду обходить через VPN, я себе уже поставил, все прекрасно работает. Те же, кто не будут пользоваться контактом, заходите, пишите в фейсбуке, я буду отвечать в фейсбуке. Хоть я сам фейсбук не очень люблю, он для меня какой-то такой неудобный, контакт мне более привычный, но я оставлю ссылку на фейсбук, заходите, добавляйтесь в друзья в фейсбуке. Вторая новость это по поводу инстаграма. Значит, я сделал себе инстаграм и периодически буду туда постить некоторые видео с тренировок, потому что когда-то давно я еще вел блог, но блог вести в таком формате, в котором я вел очень долго и в принципе я смотрел, что он, ну не особо много людей его смотрели и, честно говоря, мне лень. Мне больше нравятся ответы на вопросы и снимать полноценные сюжеты. И второе, я буду там также отвечать на некоторые вопросы, так как вопросов очень много, одни вопросы интересные и на них иногда можно ответить очень коротко. К примеру, в YouTube я больше беру те вопросы, про которые мне хотелось бы ответить подлиннее, там, в среднем у меня ответ идет там 3 минуты, 4, иногда даже 5 минут ответ. Но есть интересные вопросы, на которые можно ответить относительно быстро, относительно коротко. Эти вопросы будут попадать на инстаграм, поэтому заходите в инстаграм, подписывайтесь и буквально, наверное, через несколько дней после этого видео я уже начну, наверное, каждый день выкладывать по одному короткому видео, где буду отвечать на ваши вопросы. И третья новость по поводу платных донатов. Мне давно говорили о том, чтобы я добавил какие-то определенные реквизиты и люди, которым я бесплатно отвечаю на вопросы, они хотели меня как-то отблагодарить материально, но не знали как. Реквизиты я все равно добавлять не буду, я сделаю немножко по-другому. Я добавлю такой определенный сервис, который будет позволять вам скинуть мне денег, но при этом задать вопросы. Поэтому в будущих видео, наверное, через два-три видео я начну отвечать как на бесплатные вопросы, которые вы задаете в группе ВКонтакте и на Ютубе, так я буду отвечать на платные вопросы с доната. Даже если будет очень много вопросов с доната, я все равно буду отвечать и там и там и стараться, чтобы максимум это было 50 на 50. Отвечать только на вопросы с донатом я не буду, все равно я буду брать интересные вопросы с Ютуба и ВКонтакта и вставлять их в выпуски. Собственно, это все такие новости и теперь мы перейдем к такому интересному вопросу, который задает Александр Морозов. И вопрос следующий. Всегда было интересно, эти достигнутые результаты останутся или, допустим, в течение года все вернется, как и было. Это вопрос по поводу того, будет ли удерживаться уровень тестостерона после того, как мы его восстановили. И это относительно сложный вопрос, потому что все очень-очень индивидуально. И я разбил на таких три примерных варианта, которые могут быть и сейчас объясню, в каком случае уровень тестостерона может удерживаться, в каком случае будет все равно падать. Значит, первое, это молодой человек, который сделал курс, потом, может быть, год, два, три прошло, а у него уровень тестостерона все равно низкий, потому что он либо не делал послекурсовую терапию, либо сделал ее неправильно. Многие люди думают, что эндокринная система сама восстановится, но бывает очень часто, что эндокринная система не восстанавливается и пониженный уровень тестостерона остается очень надолго. В таком случае, когда человек делает терапию для восстановления уровня тестостерона, и уровень может подняться с 10-12 Н моль до 20, а то и 30 Н моль. В таком случае уровень тестостерона чаще всего остается таким очень надолго, так как человек молодой, у него эндокринная система работает хорошо после того, как ее восстановили, и уровень тестостерона сохраняется. Второй вид людей, которые чаще всего у меня бывают, это люди с ожирением, те, у кого большой процент избыточного веса, и чаще всего практически у всех людей либо очень низкий уровень тестостерона, там в районе 8-9-10 Н моль, или в принципе он занижен, и он находится там на отметке 12-14-16 Н моль. Если мы проделаем терапию, восстанавливаем уровень тестостерона, в таком случае все зависит от человека. Если он немного похудеет, тогда уровень тестостерона может сохраняться. Если же человек не похудеет, а некоторые умудряются даже на терапии еще набрать веса, потому что поднимается уровень тестостерона, улучшается аппетит, улучшается самочувствие, люди начинают более активный образ жизни вести, больше есть, и они могут набрать еще больше веса. Несмотря на то, что тестостерон влияет, конечно, на то, чтобы уходил жир, но избыток калорий всегда ведет к набору жира. Поэтому у этих людей все зависит именно от них, от того, как они стабилизируют свой рацион. Если они начнут худеть, скидывать жир, в таком случае уровень тестостерона высоким может остаться очень на длительный срок. Если же они не будут худеть, в таком случае, естественно, из-за повышенного уровня жира, повышения эстрадиола, уровень тестостерона снова опустится. И третье, самые интересные случаи чаще всего, это мужчины в возрасте со вторичным гипогонадизмом. Именно практически все терапии, про которые я рассказывал в предыдущем видео, это были терапии для того, чтобы восстановить уровень тестостерона именно пожилым мужчинам со вторичным гипогонадизмом. И у них ситуации бывают разные. Чаще всего терапия срабатывает, и уровень тестостерона хорошо поднимается. Собственно, что вы видели и по результатам. Как часто он падает? Падает он практически всегда. И он будет падать, потому что у человека вторичный гипогонадизм, у него возраст, у него уже плохо работают и стикулы, и уровень тестостерона всегда будет возвращаться к тем значениям, которые были перед терапией. Но время возвращения к этим значениям у всех разное. У некоторых это может быть 3-4 месяца, у некоторых это может быть даже год. В любом случае терапия стоит того, чтобы ее делать. Потому что если ее не делать вообще, в таком случае у человека будет заниженный уровень тестостерона постоянно. Если же человек делает терапию, к примеру, комифеном, анострозолом, хроническим гиантропином, в таком случае, во-первых, на самой терапии уже будет повышенный уровень тестостерона, к примеру, 3 месяца из года, пока длится терапия, уровень тестостерона будет повышен. Плюс, всегда, в любых случаях, уровень тестостерона будет еще высокий, примерно столько же, сколько длилась сама терапия. Это значит еще 3 месяца. Получается, что полгода у человека уже повышенный уровень тестостерона. Потом, в среднем, он еще может падать месяца 3-4-5, а то и полгода. Получается, что такую терапию необходимо будет повторять. Но, в течение года, после терапии, вместе с временем на терапии, у человека будет повышенный уровень тестостерона. В некоторых случаях, может, это будет 9 месяцев. Но факт в том, что все-таки человек большую часть времени находится на повышенном уровне тестостерона. И данную терапию всегда можно повторить и снова повысить уровень тестостерона. Если мы говорим о тех людях, у которых уже 12 Нмоль уровень, и им по факту уже надо садиться на гормонозаместительную терапию, у них, естественно, после терапии антиэстрогенами всегда будет падать уровень тестостерона. Но все-таки терапия антиэстрогенами, она более предпочтительная, чем гормонозаместительная терапия. И проводя терапию антиэстрогенами периодичностью раз в полгода, либо раз в год, мы можем еще относительно долго находиться на очень высоком уровне тестостерона. Даже если не на очень высоком, то хотя бы на нормальном уровне тестостерона. Потому что начать гормонозаместительную терапию можно в любой момент. А держать более высокий уровень тестостерона без экзогенного тестостерона довольно сложно. И данной терапией это можно сделать. И тем более есть много различных терапий, как антиэстрогенами, так и ингибиторами ароматазы, хироническим гиантропином. Также бывают разные антиэстрогены, разные ингибиторы ароматазы. Мы можем использовать разные препараты. И есть люди, с которыми я сейчас работаю, у которых практически сразу же начинает уменьшаться уровень тестостерона после того, как они заканчивают терапию. Им по факту надо садиться на гормонозаместительную терапию. Но используя кламифиан, тамоксифиан, ингибиторы ароматазы, мы можем держать уровень тестостерона более высоким, но при этом не садясь на гормонозаместительную терапию. Я все-таки со своего опыта скажу, что постоянная терапия антиэстрогенами, она более безопасна, чем экзогенным тестостероном. Собственно, это такой относительно короткий выпуск, в котором я рассказал про новости и рассказал максимально подробно про то, что происходит с людьми после того, как они используют терапию для повышения уровня тестостерона. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, вступайте в группу ВКонтакте. Также теперь ваши вопросы вы можете задавать как через донаты, так и в комментариях на Ютубе. Всем спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok